Работают ли харьковские киоскеры в черную? Этот вопрос снова был поднят на комиссии горсовета, где депутаты обсуждали вопрос следующей сессии горсовета. Чиновники предложили целый список киосков, с владельцами которых предлагают продлить договоры аренды земли. Однако эти договоры, отметил депутат горсовета Анатолий Родинский, закончились уже несколько лет назад. А значит, предприниматели либо вовсе не платили в бюджет за аренду земли, либо существовали на птичьих правах и платили кому-то в карман. Мы же все знаем, что малые киосковские условия незаконны. Деньги в бюджет не идут. Сейчас, в полгода назад, начали выносить на сессию решение о продлении договоров аренды, которые давно закончились. Чиновники уверяют, раз договоры не аннулировали, то платежи идут. Однако депутат уверен, это юридически невозможно. И в этом случае бизнес зависит от воли чиновников. Захотят продлять договор, захотят нет. Законная же форма работ малого бизнеса, отмечает Родинский, принятая в других городах Украины, предусматривает создание общегородской схемы возможного размещения киосков, которая позволяет начинать бизнес без дополнительных согласований. Однако в Харькове ее же не в первый раз отказываются разрабатывать. Схема размещения – это затратная часть. Особенно на сегодняшний день, когда существует уже проект закона, не знаю, будет принят, не будет принят, я думаю, что мы не будем схему разрабатывать. Кроме всего, могу сказать свое мнение, что схему в целом по городу не считают целесообразным разрабатывать. Я думаю, что нужно будет схемы разрабатывать по конкретным улицам или микрорайонам. Депутаты не поддержали предложение Родинского обязать департаменты мэрии начать разработку схемы. При этом надо отметить, что эту схему депутаты уже обязали чиновников разработать, причем еще в июне. Но голосования депутатов пока мало повлияли на действия чиновников.